Всем привет! Вы слушаете, а может быть даже смотрите, первый выпуск нового экономического подкаста «Новой газеты», который называется «Нежели богато». Здесь мы будем говорить про то, как россиянам жить или выживать в реалиях новой экономики. Мы даем простые ответы на сложные экономические вопросы, делимся общими финансовыми болями и думаем, что нам вместе с вами со всем этим делать дальше. Поэтому сразу хотим попросить вас обратить внимание на почту what'snewsobakanovagazeta.ru, которую можно найти в описании этого видео или в описании подкаста. Туда мы ждем от вас любых историй, видео, аудиозаписей про то, как изменились ваши отношения с деньгами, кредитами, ценами, в целом с работой и со всеми экономическими штуками на свете. Тема первого выпуска звучит так. Сахар и прокладки. Что происходит? Лично я без понятия. Давайте. разбираться вместе. Тема нашего первого эпизода – это пропажа продуктов с полок. Что это вообще происходит? Как долго это будет продолжаться? Сегодня мы это обсудим вместе с предпринимателем-экономистом Дмитрием Потапенко. Первый вопрос, Дмитрий, который я хочу вам задать. Вот я последние несколько дней захожу в магазин и могу найти там прокладки. Что происходит? Почему? Почему именно они пропали? Товар, проводящий кольцо, состоит из 8 звеньев. Производство, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика, ритейл и утилизация. 8. Причем транспортная, складская, комплектовочная логистика в этих звеньях возникает несколько раз. И то, что вы сейчас видите, ну, тут есть несколько смесей. Это нормальная абсолютно паника, ну, такая первичная. Вот я бы сказал, паника нулевого варианта, когда люди с отработанным страхом, причем это не зависит от возраста. В общем, у нас не было такого периода на протяжении истории СССР и последующей России, когда бы жилось бы спокойно. У нас не то, чтобы не жили богато, не жили спокойно, нефиг начинать. Вот в этой парадигме мы, собственно говоря, живем. Мы все время такая нация выживальщиков. То есть на нас в кислоту опускаешь, мы выживаем. Как-то выкарабкиваемся. А это, конечно, приводит к отрицательному отбору, потому что тоже надо понимать. Некоторые очень радуются, говорят, ну вот мы же все-таки выживаем. Безусловно, выживаем, но только в основном навыки, которые у тех самых выживших, это бейбики. Поэтому, когда вы видите исчезновение первичных средств, а это, например, сахар, прокладки, бумага, например, для принтеров, исчезает и дорожает. Ну, она исчезла, по сути дела, будем объективно. Потом туалетная бумага определенного ассортамента или определенного ассортимента. Это пока что разрыв первичных логистических цепочек. Поэтому дальше, то есть пока говорить о том, что действует какая-то антивоенная операционная коалиция, а это крайне важно понимать, потому что этого не было никогда в истории современного человечества, какая бы война, мы сейчас не правы вообще в целом, войны какие бы ни происходили на территории мира, то всегда существовало как минимум два-три лагеря. Существовал лагерь за красных, за белых, и существовал лагерь неприсоединившихся. Сейчас произошло то, что мы мудрились сделать, этого действительно никогда не было, когда произошло практически полное объединение с редкими абсолютными вкраплениями стран и компаний, которые, в общем, как бы не подключились к военно-операционной коалиции. Вот что вы видите, поэтому исчезновение прокладок – это пока что логистический сбой. В дальнейшем их просто не будет. Ну, мы вернемся в то состояние, когда женщина, ну, там, не знаю, ваша бабушка расскажет, как они жили без тампонов и прокладок. Не хочется к ней обращаться с этим вопросом, конечно. Ну, вот вопрос такой. Но придется. А я вот как человек, который мне 25 лет, я живу в стране, которая под санкциями вообще большую часть моей жизни, мне не очень понятно, ну, вот сейчас вы пояснили, что, в принципе, пока что санкции ни при чем, но потом, когда они начнут действовать, это вообще когда-то закончится? Имеет ли это какой-то срок? Опять-таки, там, не знаю, в Твиттере я сегодня читала, что, друзья, ну, вот выведут войска, ну, вот там закончится спецоперация, вот и ничего, и не закончатся никакие санкции. Это правда? Конечно. Ну, здесь, смотрите, я же не просто так проговорил и пытаюсь донести, поскольку, ну, понятно, есть история пропагандистская, которая обязана говорить о том, что нужно, условно говоря, деноцифицировать, демилитаризировать или еще что-то. И вот мы там возьмем некий город Ка, товарища там, некого какого-нибудь Зе, мы там заставим покаяться в грехах, и вот тогда, вот тогда ничего не происходит. После вот тогда возникает не просто пауза, а возникает провал по причине того, что чем дальше происходит вот эта ситуация, будем так говорить, поскольку мы сильно ограничены в словах, то динамика ухудшается, именно экономическая динамика. Почему? Потому что весь, все компании и все страны начинают понимать, особенно это относится к Евросоюзу, да и не только к Евросоюзу, но и к Юго-Восточной Азии, так, на секундочку, потому что некоторые как-то сбрасывают и думают, что в Юго-Восточной Азии находятся только крупные страны, что подобного рода спецоперации могут быть применены в том числе и к ним. Это относится в том числе и не вот если бы мы находились на территории Тайваня, то Тайвань, в общем-то, понимает, что в любую секунду, в общем, он будет одной из сторон, которая может пострадать. Мы нарушили фундаменталь, мы нарушили правила поведения, и поэтому даже если все будет сровнено и будет установлено где-то там некое правительство, в него никто не поверит. А нам частные компании, я подчеркну это слово, частные компании, почему они должны работать с территорией, которая огромной и, самое главное, в любую секунду, первое, не исполняет свои обязательства, второе, в любую секунду может объявить так называемую национализацию. Внимание, вопрос, на каких условиях вы будете поставлять сюда товары и услуги? Условия предоплаты. Причем условия предоплаты в какой-нибудь твердой валюте, либо в золоте, причем с очень большим дисконтом, точнее с большой премией за риск. Потому что тоже будем объективны. У нас есть Африка, в которой работают, скажем так, и живут очень нестабильные режимы. Тут надо как раз посмотреть, означает ли, что там, например, в Сомали или в Габоне нет инвестиционного климата. Он есть, но он достаточно специфический. То есть с бандитами работают бандиты. Я вас уверяю, что если поковыряться в этих странах южноафриканских, то можно найти в том числе присутствие американских компаний, соответственно, компаний из Китая. Не исключаю, что есть и компании, которые имеют российские корни. Но только всегда это уровень А. Низкотехнологичная история. Это как-то обмен, по сути дела, вооружений на золото, недра какие-нибудь, бриллианты и же с ним. Естественно, очень серьезный разрыв между небольшой правящей верхушкой, которая относится к элитами. На самом деле это просто обычные главбандиты. И там небольшое количество племен, у которых просто нет автомата калашника. При этом это тоже экономика. Тоже люди живут. Тоже радуются жизни, поют песни, великолепно хоронят под танцы, с музыкой. Вы хотите сказать, что это наш путь? Ну, исходя из нашего поведения, с нашим путем это немножко не пересекается. У нас холодновато. У нас территория слишком огромная в этой части. Поэтому в том-то вся проблема, на мой взгляд, Российской Федерации, что мы раздолбай, который не можем построить даже тоталитаризм, если нам его захочется построить. У нас все время то дрова не подвезли, то, соответственно, черти пьяные. То, соответственно, у нас всегда будет не до. Я это говорил многие годы, что Россия – это страна подвига. Порвать рубашку, лечь нам в бразуру дзота – это к нам. Работать с девяти до шести и планово выстраивать какие-то последовательности, неважно в каком контексте – в хорошем, в плохом. У нас даже повешение, если объявят, то веревок не будет, виселицы не построят к сроку. Но главное не попасть под раздачу, а те виселицы, которые работают, где люди качественно выполнят свою работу. Вот это всегда было и есть, и останется, что такое Россия. Но сейчас мы видим распад, по сути дела, имперских каких-то амбиций. С мясом, с кровью. В общем, ничего, если брать исторические какие-то параллели, ничего экстраординарного, ну, с точки зрения исторических процессов, экономических процессов, потому что вот у меня я две книги совместно с Сашей Ивановым написали. Это «37 невыученных уроков» и «Жестокая экономика». То и другое абсолютно про экономику. Но мы проводили параллели, собственно говоря, и того, как развивались экономические события, в том числе с современной историей экономики и практикой. Поэтому поверьте мне, что, в общем, все исследовано. Никаких ответвлений на этом пути не бывает. Если продолжать какое-то сравнение историческое, можно ли утверждать, что то, что нас ждет через год, два, три, еще не имело аналогов истории современной России? В современной России, да. Но это даже современного мира, потому что, говорю, антивоенная операционная коалиция частных компаний этого не имела в принципе. А еще до того, как все это закрутилось, я говорил о том, что произошел очень важный тренд, изменение. Этот тренд или, скажем, этот вопрос появился рефреном у всех социальных слоев и у всех социальных групп во всех странах мира. он звучит приблизительно так, с вопросом к тому, что мы ошибочно называем государство. Государство, а ты вообще кто? Первым это был, конечно, так называемый энергетический переход, потому что что такое государственная машина? Это некий договор между гражданами и вот этой надстройкой. Оказалось, что они, в общем-то, не в состоянии, то, что мы... Это относится не только к России, это относится к миру. Не в состоянии управлять. Второй вызов, вопрос, опять-таки, вызов с таким прищуром государства, это вообще кто, возник, когда... Это произошло года 3-4 назад, соответственно, когда оказалось, что государевы мужи не в состоянии даже планировать систему здравоохранения. Мы увидели, что во всех странах мира произошло резкое сокращение осигнований на исследования вирусных инфекций, сокращались везде практически кафедры, сокращались медицинские учреждения. Это происходило везде. И когда возникла болячка, все, что нам предложили, то, что мы ошибочно называем государство, это из наших квартир сделать одновременно тюрьмы, учебные заведения, лекарни и ежесни. И, собственно говоря, то, что мы видим сейчас, это вот как раз тоже государство, а ты вообще кто? Потому что то, что произошло сейчас, это вопрос к тому, что мы ошибочно называем условно НАТО, потому что никакая надстройка оказалась не способна... И, опять-таки, государственные мужи других стран оказались не способны справиться, в общем-то, с не самым большим вызовом, будем объективно, с точки зрения военного потенциала. И поэтому на сегодняшний день, я считаю, что после окончания всего коллапса граждане всех стран, в первую очередь избиратели, должны, как это, стукнуть ботинком в лоб своим избранным президентом, мэром и всем остальным, сказать, ребята, а вообще нафига мы вас кормим? Вы получаете более 50% нашего труда, но вы не в состоянии сделать систему, ни систему здравоохранения, ни систему безопасности, когда обычный какой-нибудь гопник может просто с обычной дубиной переломать мне хребет, а вы будете, что называется, выпускать сотую ноту протеста. Поэтому, в общем, вот этот процесс, он достаточно разломный. И я, честно говоря, поскольку мир был перегрет, опять-таки, вот третий вызов, это был то, что весь мир, начав сделать абсолютно неверные телодвижения в экономике, перегрел мир ничем не обеспеченными деньгами, потом надо было этот жир как-то спускать. И по-правильному нам, как небольшой державе, надо было бы сидеть, пришипившись, надеясь, на ось. Когда кто-нибудь ошибся, ну, по моим оценкам, по моим расчетам, это была бы либо Испания, либо Италия, либо Франция, а потом на них бы свалить, как на мировой кризис, что, собственно говоря, все проблемы, которые у нас, на самом деле проблемы их. Сейчас все делается ровно диаметрально противоположно. Сейчас все советы директоров всех компаний, у всех есть проблемы с неверным менеджментом, неверными набранными кредитами, просто присоединившись с точки зрения маркетинга, я сейчас обсуждаю, с точки зрения маркетинга, присоединившись к этой военно-операционной коалиции, могут сказать, а мы-то чего, это не наши проблемы, дорогие акционеры. Проблема нашего управления на самом деле не существует. Они существуют вот там, мы, соответственно, списываем на них, вот на вот этот конфликт все-все основные проблемы. Поэтому мы сейчас вытянули на себя, как говорится, весь, как это, флэш-рояль всех-всего негатива. Обоснованный и необоснованный. И идем прямо с этим флагом. Фактически мы стали такими удобными козлами отпущения, которые неправильно поступили, и на них все как бы... А теперь уже, да, теперь уже нам позднять метаться, выправить из этого и на нас вывешивать то, что обосновано, и на то, что необосновано. Потому что это очень корректно сейчас это сделать. Дурацкий вопрос, можно задам? Почему сахар? Ладно, я понимаю, почему туалетная бумага, я понимаю, почему прокладки, я не понимаю, почему сахар. Нет, вы не понимаете, почему прокладки, почему туалетная бумага. Я вам открою великую тайну, мы макулатуру с вами завозим сюда, чтобы производить туалетную бумагу. А прокладки, потому что в ней существует ингредиент, из которого, в общем, все делается. А сейчас то же самое со соками. У соков проблема с токтропаком. Скоро с бидончиками будем ходить. А сахар, которого мы производим, достаточно много. Во все кризисы, в любые кризисы люди покупают, что называется, эндорфин. Напомню вам, фильм «Люди в черном». Первую часть. Если вы помните, когда прилетает, соответственно, инопланетное существо, которое натягивает костюм Эдгара. Помните, что оно попросило у его землянки? Что-то сладкое, по-моему. Оно попросило сахар. Именно сахар. А поскольку это внутри таракан, она, когда ему насыпала, он говорит, в воде. И она налила. Потому что у таракана нет возможности потреблять, он не может грызть, он может всасывать. И, собственно говоря, мы, с точки зрения базовых инстинктов, мы, в общем-то, перешли в состояние таракана. Помню, таракан живет без головы, в общем-то, три-трое суток. У нас, поверьте, десятилетиями есть некоторые персонажи, которые живут. Хорошо. Ответить на вопрос, насколько я вообще условно могу закупиться, чтобы мне чего-то хватило, наверное, невозможно. Вот. Ну, как по крайней мере, до конца года. Потому что, исходя из той динамики, которую я вижу, в общем, произошел такое-то замыкание. В механике существует такой эффект, когда ни одна сила, то есть происходит замыкание шестерен, когда ни одна сила не может переломить в ту или другую сторону, соответственно, движения. И, как правило, это разрешается ударом молотка, то есть некой внешней силы. На сегодняшний день все внешние силы, которые есть, они уже задействованы. То есть только инопланетяне у нас еще не задействованы в этой всей заварухе. Поэтому на сегодняшний день, в общем, говорить о том, как разрешится вся эта история, достаточно, ну, бесперспективно. По моим оценкам, она перейдет в такую вялотекущую фазу, когда каждый из сторон будет, в общем-то, вытаскивать ресурсы. И, в общем, мы начинаем, мы соревнуемся со всем миром. Здесь, естественно, есть нами любезный Китай, задача которого, в общем-то, они мудрые люди, очень мудрые, я хотел бы сказать. Они будут не подкидывать нам деньжат по причине того, что им чем хуже здесь, тем лучше, потому что уже на сегодняшний день, вот вчера открывались торги по ОФЗ, совершенно очевидно, что это была такая попытка прощупать лапкой дно. И оказалось, что дна, в принципе, пока еще не существует, поэтому будут еще попытки открыться и пощупать дно. Вот некоторые там говорят, что вот смотрите, какая доходность. Я говорю, доходность чего? Резаной бумаги. Поэтому Китай будет выжидать, постепенно забирая за бесплатно, а точнее, с нашей доплатой разорившиеся промышленные, энергетические ключевые предприятия, потому что... И территории, естественно. Поэтому те, кто боялся, в общем-то, танков НАТО, бойтесь маленьких отрядов в Си Цзиньпине по 10 миллионов человек. Вы не того боитесь, как говорится. Танки НАТО это всего лишь там экипаж из 3-4 человек, а здесь маленькие отряды по 10 миллионов. Флаг в руки, если вы думаете, что вас пощадят. 10 миллионов этим, как тараканам, тоже жрать что-то надо. В отличие от европейцев и американцев, для которых это вообще далекая территория, для европейцев это хоть худо-бедно хотя бы близкий менталитет, для китайцев и вообще другие. Ну, еще раз говорю, идиоты должны... К сожалению, идиоты во власти, они думают, что они отсидятся в бункерах, и там все будет норм. Нет, не будет. Бункер не будут обслуживать, как говорится, желтолицей и тараканами. Они просто его заварят и отключат от всех коммуникаций. И никто не спасет даже наличие автоматов у службы из трех букв. Хорошо, самый последний дурацкий вопрос. Опять-таки от 25-летнего человека. Мама, бабушка, все рассказывали, как они стояли в очереди, писали на руке номерки, какие-то еще жуткие истории про то, что сегодня выкинули вот одно, а завтра другое, а еще все по карточкам и бла-бла-бла-бла-бла. Мы все сейчас шутим, что... Ну, как шутим? Шутим с грустными улыбками на лице, что мы, наконец-таки, эти истории на своей шкуре почувствуем, и мы будем своим детям рассказывать, а вот мы-то в своей молодости вот так вот, в общем-то, по карточкам жили. Правда? Неправда? Насколько близко к этому мы можем оказаться? Ну, тут, понимаете, ведь что такое карточки? Карточки — это когда то, что ошибочно называется государством, все-таки соглашается вам помочь. Вопрос в этой итерации, зачем вам помогать? Ну, если с учетом того, что, в общем, все эти долгие годы, десятилетия, в целом то, что ошибочно называется государством, узурпировало полностью средства массовой информации, контакты, распространения, альтернативной информации, называемая партийную систему, какую-то, то, что мы видим по СМИ, которые полностью вкачивают, как это, не только зомбоящик, но и точно так же активно работают в интернете, будем объективно, потому что те, кто люди, которые говорят, я не смотрю телевизор, я всегда говорю, сынок, дочка, а ты что считаешь, что ты в интернете, подключаясь к одному или двум каналам, без навыка анализа, ты как-то выживешь, я могу сказать, что можно смотреть и телевизор и замечательно выцеплять толику информации, потому что телевизор дает тоже информационный повод, и, поверьте мне, ничуть не хуже, чем интернет, там просто надо смотреть не на что говорят, а как говорят, в каком контексте подано, потому что нет больше оппозиционности, чем в ньюсрумах федеральных СМИ, там прям оппозиционность клещет, клещет настолько волнами, что любая оппозиционная реальная СМИ, в общем, нервно курит в стороне, это практика моя, поскольку я практически все эти ньюсрумы знаю, и у меня с ними весьма-весьма хорошие контакты, поэтому на сегодняшний день, чтобы вас кормить, ну, в общем, нету такой причины, наоборот, на данной территории, на большой территории нужно минимальное количество поддерживать, скажем так, трудоспособного населения, подчеркиваю, с учетом того, что территорию нужно освободить, ну, это, конечно, не осознанная позиция, но в целом китайцам бледнолицей особо не нужны. А карточки, да, это возможная история, другое дело, что это будет преподнесено, что это мы делаем исключительно потому, что пиндосы нам проклятые, как обычно, подсуропили, и, собственно говоря, мы исключительно для спасения населения. Поэтому, да, это возможно, но это горизонт, ну, точно не двух-трех месяцев, потому что основные изменения, ну, то есть изменения первичные, которые, по моим расчетам, начнутся, они начнутся там в горизонте 10-20 апреля, когда уже не только логистические цепочки встанут, ну, собственно, а встанут, действительно пойдут перебои, ну, будут останавливаться заводы существенно быстрее, не только с прокладками, и со всем остальным. Тогда мы увидим по-настоящему пустые полки? Ну, вы их не увидите. Дело в том, что мы все-таки как предприниматели, в том числе ритейлер, логисты и все остальные, мы умеем из 10 товаров сделать такой набор, что вам не покажется даже пусто. Я всегда привожу в этом смысле пример фильма «Москва слезам не верит», когда Вера Алентова, она директор завода, это очень серьезно, ну, то есть это высокая должность в иерархии Советского Союза, приходит в универсам, и там полки-то заполнены, но только заполнены чем там? Там стоит, соответственно, килька в томате, она вот всякими горочками вывозит там сырную колбасу, там такой сыр такой пластиковый, соответственно, ее обувь, она быстро в тележке расхватывает. Не многие даже понимают, что, например, при времени жизни Вера Алентова вообще наличие тележки, вот этой тележки в универсаме, это было, ну, в общем, это была редкость. Это сейчас, это прямо считается, что вот есть на раз-два. Поэтому, в общем, пустые полы, в универсаме 600 метров достаточно от сил там 15-20 товаров, чтобы можно было как-то художественно его оформить. Поэтому пустых полок мы вам не допустим, мы вам поставим художественные открытки, но ассортимент существенно упадет. Вы слушали подкаст «Нежели богатый», я его ведущая, Надежда Юрова. Ждите наших новых выпусков каждый четверг на YouTube-канале «Новой газеты» и на всех подкаст-платформах. Спасибо, что были с нами. До скорого.